Ну что ж, друзья, продолжаем смотреть чемпионат. Хаву против Крейзи играют на карте Дэнферно. Довольно интересное противостояние. Крейзи обыграли, точнее, Хаву обыграли вчера Крейзи на ДАСе втором в рамках Б1 матча. Потом Хаву проиграли ребятам из команды Форс на карте Дэнюк. И вот снова судьбирушка свела эти замечательные команды. И ребята будут теперь уже в рамках БО-3 серии решать, кто есть кто. Зори играет у нас на бортике, чекает, прочекал пока что ковры, теперь сместился на борт, ушел назад. Ну а Шипс компания действует на центре. Шипс чекает лево-право, летний рядом. Подходит игрок атаки поближе. Точнее, игроки друг к другу поближе. СО видят зеленочки. Пытается настреливать. Худи рядом. Ну и не определились пока что с вектором атаки Тэры. Ходят туда-сюда. Видимо, тактика следующая. Надо отталкиваться от пиков, от каких-то возможных отстрелов. И вот теперь пошли все-таки на дугу. Бегут. Бегут на Слоуи. Тот играет у нас на гробах, пытается перестрелять. Получает сам Хэт. СО тем временем настреливает Смок и совсем чуть-чуть попадает. Тэймин оказывает СО в ответ. Подсадка на клумбу не получилась. Худи поджал при этом уже спину. Худи готов. Тут у нас оптон. Выпрыгивает просто. Какие-то в адекфрейсе на Худи. Слоуи. Зори вместе с Дотой. Стоятся вдвоем против четверых. Эмми падает. Но Эсперанто делает килл Дотой. Отъезжает. Зори тем временем врывается на кафель. Один, кстати, против двоих. Врывается на Шипса. Знает. По второму тут живет. Надо было, наверное, гнать до конца. Зори. Оп. 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 Эсперанто. А бомба. А бомба уже в любом случае взорвется, друзья. Зори. Отличная работа. Сделал. Эйс, что ли? По-моему, это эйс, пацаны. По-моему, это эйс. Три пятьсот у нас у Зори. По идее. Может купить Фамос. Вот я не увидел, сколько фрагов он сделал. Могу ошибаться, мне кажется. Зори. Да. Пять. Эйс. Пять киллов. Отлично работал. Снайпер команды Хау. Потрудился на славу. Но. Крейзи берут раунд. Коктейль Молотова. На плюс. Сэмми откидывает еще гранаты. Ребята играют аккуратно. Оттон. В зуме смотрит. Эмми рядом. Слови с 5-7. Уходит назад. Эмми с УЗишки. Проверяет цемент. На минусе никого у нас нет. Слови. С 5-7. Ну, контроль карты. Ребята ждут. Пока на них кто-то выйдет. А никто не выходит пока что. Зори чекает. Никто при этом не действует. Эсперанто рядом. С тиммейтами на центре. И готовится выход на Аплэнд. Худ тем временем решил вместе с Дотой сыграть. Хотя нет. Пошел снова вычислять бойлер. Спалился летним. Прилетает вот такая вот граната. Хороший смог для 40 секунды. Перекрывает возможность выйти. На короткий. Ну и из-за этого идут на зелень. А там два человека. Уже. И Слови в принципе банан может поджать. Пока что не поджимает. Эмми заходит. Зори делает килл. Зори падает. Тем временем погибает Худи под козырьком. Дот последний. Врыв от СО. Ааа. Как же повезло. Если сейчас СО сыграл бы получше. Можно было тащить и этот раунд. Эсперанто ставит помбу. Слови уходит назад. И в итоге все заканчивается счетом 2-0. В пользу команды Крейзи. Крейзи. Да. Слови. В яме. Будет сэвить второй армор. И пистолет 5-7. Синька, где чат? Да все на игре на Ави параллельное. How crazy. Как бы. Ну я не знаю кому это интересно. Если честно. После матча Хард Легиона. Ноги ушли. Играют 2. Тир. Тир 2 команды. Поздно. Параллельно с матчем Нави. СНГ с ценами кажется такой не очень интересным. 2-0 в пользу Крейзи. Да и задержка была жесткая. Должны были 8 начать. В итоге в 9 начинают. Это учитывая то, что первые 2 игры очень быстро прошли. Одна игра. Девчонки играли. Против мужского состава. И там. 5 раундов за 2 карты. Взяли. А потом 2-0. Крейзи обыграли голландцев. Кстати для Крейзи это второй матч сегодня. Это может быть тяжело. Нори забирает летний. Нори конечно в команду Хауэлл. Очень сильно играет. Если на даст в втором худи. Вчера божил. Кто тут на Слоуэ. Остается один против троих. Бомба заходит при этом на А. Есть инфа по Слоуэ. Видят. И видят. Шипсы у соперника. Это 3-0 в пользу команды Крейзи. Каждый раунд дропаются кейсы. Кейсы дропаются друзья. Конечно дропаются. Мне лично уже упало на голову 7 кейсов. В одном была М. Фирменная сказка. В одном 5-7. Оранжевый гвоздь. Глок. Золотая лисица. Юспик. Кровавая смерть. Ну и конечно же легендарная СГ-шка. Цемент. Кирпичный. Эсперанто. Отличные 2 хэдшота. Только что просто сам поработил. Вышли постреляться. С одним из лучших игроков команды Крейзи, ребята. И схаву. И в итоге. Все закончилось. Проблематично. Надо сейвить. Но засейвить будет трудно. Потому что пода. Тоже ставят игроки атаки. Они просто не дадут. Зори. Стоит с авиком. Чекает библиотеку. Но команда Крейзи подходит поближе. Хочу я глянуть, чей же это пик. Инферно взяли Крейзи. Хаву взяли Трейн. За сильную сторону еще играет у нас. Ладно. Зори забирает Эви. Не знаю почему, но меня на этот матч больше тянет, чем на Нави. На Нави все слишком предсказуемо. Согласен, но таких как ты, крайне мало людей. Дружище. В основном люди смотрят не матчи плюс-минус равных команд, а матчи... Ну, более медийных коллективов. Слоуи забирает Эми. Ситуация 3 в 4. Падает Со. Зори и Дота остаются 2 в 4. Комментатор, скажи, пожалуйста, команда девчонок проиграла Харду после были игры. Да, конечно, Харт Легион играл только что против героек. И в итоге проиграли парни на трех картах. Ну, точнее, счет по картам был 1-1. На третьей карте решающий счет 16-14. То есть минимальное поражение. И Харт Легион проиграли. Выбыли с соревнований. Херойки проходят дальше. И в итоге... Херойки в полуфинале, а Харт Легион, увы. Почему такая задержка большая? Такие правила, такие условия. Так нам отдают поток с такой вот задержкой. Так сказали сделать, мы делаем. Тут уж никуда не пойдешь. Ну, ничего. Можно из такой задержки. Правильно? Так, секундочку. Секундочку. Можно смотреть. Включил я себе. Немножко получше предосмотр на весь экран. Теперь можно глядеть. Хава против Крэйзи. Счет 5-0. Снова хороший бай у нас у ребят из двух команд. Напоминаю, что в одном из баев эсперант сам пошел на дугу и раздал. Но вот сейчас не совсем понятно, как будет происходить противостояние. Оттонт идет на дугу. Сзади него тюмейты. Выпад на Оттонта. Тот делает килл в слове погибает. Со отвечает. Но по большому счету ничего хорошего защиты не добился. А вот теперь просел из кранта. Эми сделал килл. Худи погиб. Со. Можешь забрать? Нет, нет. Эми выходит на степе делает. Просто-напросто пять шот. И по итогу что? По итогу габела. По итогу проблемы. Б-плэн занят. И защита не знает об этом ничего. Ничего защита не знает. И взять раунд будет довольно трудно. Зори с АВП. Эсперантом ставит бомбу. Зори забирает Эми. Играет дальше. Забирает. В ответ эсперант своего соперника. Переживает Хаву. Уже ногти грызут, ребята. Эми. Вот тут был ключевой просто минус. Такой выходит. Оп. И хедшот. 6-0. Тренер команды Хаву. Знакомое лицо какое-то. Честно, не помню. Что об этом может быть? 20 секунд до конца тайм-аута. Первый тайм-аут берет Хаву. Три остается. Напоминаю, инферно пик команды Крэйзи. Пока что очень юрена игра. От сербов. Ребята пока не оставляют. Надежды. Совсем не оставляют. Кстати, я говорю сербы. А Оттанта из Финляндии. Эсперанто из Литвы. И Шипс. Из Болгарии. Лучший игрок команды Вильяма. Не все так просто. А вот организация, кстати, не знает, чья. Ну, раньше сербские были они. Но потом они переименовались в Крэйзи. Они были Вэллианс. Потом переименовались в Крэйзи. И вот после этого непонятно. Худи, Зори, Доту, Сой, Слоуи. Стоит у нас на коврах Шипс. На степе аккуратно. Эсперанто. Подходит к своим тиммейтам. Летний рядом. Худи на бортике. Начинается выпад. Крэйзи горит. Соло забирает нас Эсперанто. Собибает Шипс. Минус Худи. Ситуация 2 в 4. Шанс хорошую команду Хаууна взять 2 раунда. Эймин оказывает Соу. Но на пленте еще и Дота. Его тут точно не ждали. Летний. Получил эту НПУ. Видно ящики Дота. Но Хауу берет. Вот такой вот тайм-аут. Засада и получилось. Сработало. Может выдохнуть команда Хауу. На кого бы ты дал предикт? По картам, если можно. Залил около 30к на Хауу. По картам, мой друг. А что тебе от моего предикта, если ты уже залил? Что тебе от моего предикта? Ну, мне кажется, будет 3 карты и на третий победит Крэйзи. Почему победит Крэйзи? Потому что вчера они проиграли на дастах, а сегодня выиграют. Мне кажется, что маловероятно, что команда уровня Крэйзи проиграет 2 дастов. Одно и то и все. То есть их принрейт 50 на 50. Вот как вчера они проиграли. Сейчас это даже выиграют. Как-то вот так. Для Хауу шанс победить, это обыграть их 2-0. То есть взять инфер. Но опять же, это трудно представить. Очень и очень трудно. На банане действует у нас атака. Готовы. Заходить. На Б-плэн. Слоуи. Уходит назад. Выход на кафель. Коктейль Молотова полетел. Слоуи. Моментальный килл. Худи сыграл на размене. Выход на Б-плэн. Тем временем банан убивает. Защита. Сол начинает нашивать. Аспиранты вешают по Худи. Ситуация 3-3. Зори делает килл. 5 секунд до конца. Но Зори-то в спине летний. Что творишь. Явно не там. Ставил он бомбу. Было немножко. В другом месте. Где-нибудь на сэндвичи. И так далее. Ну и в конце концов. Пауза в этой игре. По-моему уже Крэйзи. Решили установить. Паузу. Дабы пообщаться. Надо подумать. Надо хорошенько подумать. Я бы даже так сказал. Тайм-аут. Крэйзи, да. Ну, вроде нормально заходили на Б, но потом как-то дали себя выбить. В общем, проблема как-то была. Надо было сыграть немножко аккуратнее. Совсем чуть-чуть. И тогда, может быть, что-то получилось бы. Калаши, СГ, ШК, ВП, Тоттон, да. Худи играет у нас под козырьком. Коктейль Молтова на плюс. Команда Крэйзи начинает с классического дефолта. При этом три человека у нас действуют довольно близко сейчас. Под. Центром. То есть готовы выходить на Аплэнд. Стоят, ждут. Ну, и будет ли раскидка сейчас? Должна быть какая-то раскидка. Так точно. Какая-то раскидочка у нас может быть и будет. Вот она. Небольшая пока. Она Аплэнд просто напрягает. Коктейль Молотова. Дым положили. И ждут. Ну, совсем скоро будет, наверное, выход на Б Аплэнд опять. Ну, они просто поняли, что в прошлом раунде все должно было быть в их пользу. Но где-то кто-то не доиграл. Поэтому решили. Давайте еще раз ходим на Б с хорошей раскидкой. И попробуем сделать минус. Словы. Хороший два хэдшот оформляет с катушек. Ну, как это сейчас игра Бэйши. Все время наказывает центр. Можно взять бомбу, резко вернуться на Аплэнд. Но почему-то не делает этого. Команда атаки. Все равно заходят парни. А два человека, думая, что нам могут зайти, ушло. И в итоге все складывается как нельзя. Кстати, ОТОН оформляет килл. СОП погибает. Ситуация 3 на 3 по ХП. Все хорошо у нас. Ну, ребят, ОТОН. Еще один минус. Смог развеивается. Но уже поздно. Худи и Зори должны выбить или нет? ОТОН. Благо, есть команда Крейзи, которая оформляет немеряно просто киллов. Зори отвечает. Зори. А-а-а. Все-таки шип. Тейм-2. Ликует тренер. Отбивает Питюни. И все очень хорошо для ребят из команды Крейзи. Очень важный раунд. Ключевой, так сказать. Очень важный. Ключевой. Худи. Под козырьком. Принимает пока что мидл. Тем временем Аспиранто решил повторить свой успешный третий или четвертый раунд. Летний в бойлере. Команда Халдит. Ну, просто контролят. Пока контролят. А почему бы и нет? Засады, кстати, на коврах. Старая добрая. Ковры, что ли, не прошили? Обычно сейчас все шьют ковры. То есть на коврах вот так вот зайти и встать очень трудно. Потому что начинается раунд с просрела ковров. А демеджа там крайне много. Шипс в итоге выходит, забирает одного. Как это? Возможно, непонятно. Аспиранто погибает на банане. СО сделал свой минус. Но пока что СО тут один. И он наказывает другие эми. Парни пытаются зайти на Б-плэн. Тут один Слове. Откидывает, кстати, хороший смок. 40 секунд до конца. И не так все и просто будет. Наверное. Фуз. Летний. Выходит. Выходит. А-а-а! Зори попадает. Какой классный подзум. Как-то так. Вот он. Ну, тут реально... Фуф! Насколько жестко отыграл снайпер команды. Но попал в ногу. Такое бывает. Нога. Это нога. Ну, а что делать? В таких ситуациях обычно так все и происходит. По-другому никак. Да. Или залетает. Или ты промахиваешься и тебя просто разбирают на части. Ходит, забирает на шипсов. Тем временем. Уже 4 в 5. Надо играть аккуратно. Тером. Никуда не вылазить. Ничего сомнительного не делать. Потому что будет трудно. СО. У нас Аспиранто. Банан при этом поджимает. Тут нас Эми. Эми тоже падает. Зори тоже поджал Банан. В итоге проблемы у команды Крэйзи опять на ровном месте. 3 раунда отдали Крэйзи. Из этих 3 раундов, пацаны. Из этих 3 раундов. Все очень спорно. Потому что из 3 раундов они отдали 2 экономических. И это естественно сказывается на морали. По любому. Летний. Стоит с ножом. И рассматривает ножик. Где-то у себя в апартаментах. Вообще команда играет экономически. С глоками. Насколько. Чрезвычайно важные раунды Крэйзи отдали. Эти раунды. Влияют на экономику. Влияют на счет. В итоге цепочка получается. Конкретная. Конкретная цепочка из раундов. Вот. Ребята с командой Крэйзи. Причем негативная. Оттант. Это принципиально сейчас где-то там. В коридорах стоит. Размахивает ножом. В общем делает все, чтобы команда собралась. Ну а по-другому никак. Отдавать, конечно, свои раунды никому не хочется. Эмми. С глока. Пролетает флэш. Слоу из Абати. Витратин. Сэмми. Летний. Хороший шутсот. Сейчас ссот должен был погибнуть. И было бы неплохо поставить бобу Эспиранто. Что он творит с глока минус Зори. Ну классный экономический раунд получился в итоге. Ну четверочка есть у нас у команды Хаву. Восемь у Крэйзи. Ну кто-то может сказать, что и восьми хватает. Но на последнем Инферно надо брать десяточку. Тенденции таковы, что десять раундов тебе, конечно, не обеспечивают победу. Но дают возможность неплохую. Неплохая возможность у нас может быть. Летний. Вместе с командой на центре. Сори. Первый коктейль Молотова на него выходит. Каков атаки летний пронесся просто. Этот огонь. И все. Два на четыре. Очень быстрая атака от Крэйзи. Вот видимо нашифровали. Договорились. Парни. Об этом раунде. Во время прошлой ситуации. Слови наказывает Оттенда. Слови будет сейвить. Нет денег. Надо сейвить. В этом есть резон. Надо засейвить. Все с этим согласны. Ребята. Без этого никак. Слово в итоге погибает. На усопор полторушка. Он все таки выживет. Выживет. Конечно выживет. А как иначе. Надо жить. 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 Чтобы помнили дети. Знаете? Такой трек. Всемирно известный. Всемирно известный трек. Эмми. Вместе с командой. Идет видимо на банан. Эспиранто на банане раздал. Эмми на банане раздал. Осталось два раунда. Промахивается снайпер. Зори. Ну зори один раз все лишь промахиваются. Дважды такие как зори не промахиваются. Еще один. Проходится кп. Все обрывается на эмми. И в итоге банан неплохо отбили сейчас ктшники. Но по-моему Крэйзи понимает, что 3 скорее всего играла на дуге. Поэтому давайте попробуем пройти на точку. А дот промахнулся. Играет на пленте. Минусолтон. Долго. Еще один промах. Снайперы команды защиты. Бывают промахиваются. Видите, громахи. Критичны порой. Зори. Прекрасная работа. Какой там общий счет? 9 у пацанов. Из команды Крэйзи. И 5 по-моему ухаву. Скорее всего. Скорее всего плюс-минус так. Где-то получается. Зори. Классная работа. Какая аркада. Зачем же в последнем раунде делать вот такие мувы? Рисковал, но сделал минус. Разменялся. Потом дал какую-то инфу. Оп. Удивительно. Снайперы, конечно, иногда в каких-то сумасшедших просто ситуациях попадают. А вот выйти, да, ситуация, когда снайпер, ну, любой там, не знаю, зритель прям с собой пояс делает минус. Эти проигроки не могут. Вот опять же. Такая. Это простая ситуация. Опять простая ситуация. Он промахивается. При этом в нереально трудный момент берет-то зумерку и попадает. Пускай в ногу, но попадает. Зори. Нашивает сейчас стекла. Ситуация 3 на 3. Бомба стоит. Зори. Живет. Соу подошел рядом. Попробую сейчас выбить Соу с тиммейтом. Летний с АК-47. Соу. Отвоет. Соу забирает летний минус Эмми. 1 на 2 для Эсперанто. Эсперанто на гробах. Взял автомат Калашникова. Знает, что сзади него 2 человека. Он жмет это 10-5. Победа Крэйзи в первой половине. Небольшая пауза. И мы возвращаемся. Мы вернулись. Мы продолжаем смотреть игру. На банане у нас пока что. Очень аккуратничают игроки атаки. Понимает Хаву, насколько важен сейчас этот бой. Без раунда будет трудно. Очень трудно. Без пистолетного раунда я имею ввиду. Естественно. Шипс поджал точку Б. Играет аккуратно в тупике. Не высовывается. По-моему, немножко спалился. Зори. Шипс. Ждет. Выход от тиммейтов. При этом Зори на зелень. И вот непонятно, что же делает Шипс. Тем временем Эсперанта. Одна голова. Вторая голова. Эсперанта мог сделать больше. Но два минуса тоже неплохо. Зори красный. Со красный. Со пытается отойти из-под колодца. Со. 23 хелп. Живет тут Эмми. Все-таки его наказывает. Но получает от Слови. В итоге. Оттон. Один против двоих. Команде. Атаки. Нужно определиться. Все-таки с вектором атаки. Вернуться ли на А. Оттон. Оттон забирает одного. Выход. И Оттон тащит этот раунд. 11-5. Пошли бы они на Б. Все было бы по-другому. А они пошли. Прямо. К своему. Сопернику. В руки. Ну вот. Бывает. И такое. Бывает. И это конечно проблема. Ничего им не мешало отойти. Но почему-то они подумали. Что Оттон будет их ждать на Б-плейнте. А Оттон как раз таки вернулся сам. И ждал их. Немножко в другом направлении. В итоге все получилось. Как нельзя кстати для команды Крэйзи. Оттон затащил. Конечно нашибались ребята. Много там. К Шипсу. Основная претензия наверное. Потому что реально сейчас. Тогда не стоило поджимать банан. Как бы. Ты один играешь. Твоих тиммейтов все равно четверо. И. Ты особо не поможешь. Вот. Кстати. Не все проигроки понимают. Вот эту тонкую игру. Что от тебя как бы. То есть. Бывает такое. Что ты там заходишь в спину. Ты думаешь. Ох. Я сейчас зарешаю. Вот. Все. Вот. Сейчас вся игра в моих руках. А на самом деле. Не от тебя этот раунд зависит. А все таки больше от твоих тиммейтов. А ты как бы пятым все равно зайдешь в спину. Рано или поздно. И можешь разыграть там ситуацию. 1-2. 1 на 1. Или 2 на 2. Выход на Б. Эми. Делает первый килл. Погибает суди. Эми. Слоуи. 30 кп остается. Шипс временем с МП. Хайк. Минус Зори. Шипс. Его никто на кубе не проверяет. Минус Слоуи. Остается у нас 2 человека. Дота ИСО. Это форс. Вот атаки. Бомбу они поставили. Деньги заработали. С О тем временем. С теком. Тек все-таки начали брать в последнее время. Ну и летняя. Забирает СОС. Это последний игрок. Это Дота. Зашел он в хелпу. Но по-моему защита об этом догадывается. Да. Эсперанто забирает Дота. Общий счет 12-5. И по-моему еще один экономический раунд с пистолетами нас ждет. Вот ребят. Скорее всего. Мне так кажется. По крайней мере. По крайней мере скорее всего. Так и будет. Эми. На хелпе. Вот он рядом. Купили все-таки деглы без арморов. Ребятки. Минус шекс. По-моему тут на уверенности должны быть сыграть. Ребятки. Тащить. Да. СОУ. СОУ и СЛОУ и падают. В итоге что мы имеем друзья. Мы имеем счет 13-5. И неплохая ситуация для команды Крэйзи. Чтобы закрыть своих соперников. То есть остается крайне мало раундов. Если тащить. То вот сейчас. Больше как бы шансов. Скорее всего уже не будет. Реально. Реально больше шансов не будет. Это все должны понимать. Смотри. Что у нас там параллельно? Нави. Я имею ввиду естественно. Сейчас глянем. Нави против G2. Там у нас вторая карта. И G2 побеждает. На второй карте. А что это за карта проблемная у Нави такая? Мираж. Миражик. Самая популярная карта в мире. У Нави. Трудности. По крайней мере против G2. Посмотрим. Что из него получится. Погибает Аспирант тем временем. Выход на центр. Эми. Пушит. И падает. В итоге 2 на 4. Летний правда с Фамосом играет. Убибших Песков. Тем временем Шипс наказывает Слови. Как-то по двум фронтам работают. У нас ребята Шипс. Еще один хэдшот. Откидывает флешку. Шипсу надо поменять. Место расположения. Он это понял. Уходит за Б3. К нему идет СО. 40 секунд до конца. И реально не догадывается пока что у нас. Команда защиты. Что СО все-таки пошел на Б. Но Шипс. Какая позиция классная. Ликует тренер снова. Доволен он игрой своих подопечных. Конечно же. Проиграли. Я напоминаю первую. Бест в 1 серию. То есть это была Б1 серия. Ребята проиграли. Ну вот теперь. Все складывается довольно неплохо для команды Крэйзи. По крайней мере на первой карте БО-3 серии. Это БО-3 все-таки. Потому что потом еще может быть все что угодно. Это надо понимать. Там и Трейн. Там и ДАС-2. То есть там реально может быть много разных вариантов. Дотов тем более. Выбирает своих ССГшки. Выход на Аплент. У нас в районе Больших Псков никого нет. И по-моему команде Крэйзи стоит задуматься. О том чтобы. Ну как-то реально. Засейвить. Засейвить. А как иначе. Все-таки денег то не будет. Даже если они будут в следующем раунде. Их не будет через какое-то время. Просто на Инферно надо отдавать себе отчет. На Инферно нынче решает атака. И даже если ты сейчас ведешь 14-8 или там 9. То рано или поздно. Это может стать 14-11-12. Там совсем чуть-чуть и ничья. И там атака подумает. Что она все равно сильнее. Она должна решать. Пауза откроет. Ребята как раз таки. Будут думать. Будут решать. Поживем и увидим. Насколько хороши. Насколько хороши сейчас. Летним. С тиммейтами. Один на зеленке. Другой возле песков. Есть бай. Чуть ли не последний у команды Крейзи на этой стадии. Зори вместе с тиммейтом. Зори минус Шипс. Слишком уверен в себе Шипс. Опять же это может подводить теперь. Эсперанто на клумбе. Команда атаки подошла вплотную. Ребята нашивают смог. Смог пока что не дает им зайти. Эми с Эзехой. Слоуи эмочка рядом. Слоуи. Оттонт. Минус Худи. Ситуация 4 в 4. Куда же пойдет атака? На Оттонта или на точку Б? Если на Б, там 3. Шансы у Крейзи, конечно, 200%. А если на А, то тут зависит все-таки от Оттонта. Но Оттонта очень опасный ствол. Ствол, который может делать 2 кила на изи. И, соответственно, ствол, который может тащить. Слоуи слышал сейчас перетяжку с Б плента. Идет, идет. Заходит, и в итоге Аспиранта на отходе просто дает ему хэдшот. Оттонт остается 1 сейчас на пленте А. Оттонт. Нам его как раз-таки показывают. Именно от него сейчас зависят. Возьмут, не возьмут. Накидываются баночки. Оттонт на пленте. Отходит назад. Делает все-таки 1 килл. Это было важно. Но при этом летний проигрывает Эми. Остается 1 против 2. И вот здесь печаль, беда для команды Крейзи. Если не отдают этот раунд. 14-7. Эко. 14-8. Соответственно. И потихоньку Хаву могут начинать набирать обороты. Зори с АВП. Ну, в таких ситуациях, конечно, Зори уж не промахивается. Хоть и были разные изи ситуации. Но это не тут. Это не про эту ситуацию. Это не про это. Слоуи. Библиотеки. Или нет. Слоуи на библиотеке. Пардон. Слоуи на банане. Вот он. Вот он, дорогой. Если будет счет 16-14, я кидаю 100 рублей рандомному челику. Замыкач пишет в чате. Хе-хе-хе-хе-хе. Изи пиар просто. Изи. Да не, 16-14, братан. Пока что предугадать такой счет. Это так. Пальцем в небо. Все идет к тому, что Крэйзи выигрывает. Ну, где-то 16-11. В лучшем случае для Хауи. 16-12. Но, с другой стороны, у Хауи сейчас постоянный бай. И Крэйзи, если возьмут раунд, они... То есть, Крэйзи момент такой легкой победы. Профукали. Согласен. Но все равно остается еще хороший момент, чтобы победить. Победить и закончить. Победить и закончить. Взрывается бомба. Эми выживает. Непонятно зачем, правда. Зачем Эми выжил? Странно. А оно того не стоило. Явно. Оно того не стоило и не нужно было. Надо было, конечно, погибать. Взрыв бомбы, кто не помнит, кто не знает. Это 250 долларов на каждого. Ну, с другой стороны, уже та стадия игры, наверное, когда не сильно решает. Потому что у Хауи все равно будет бай. Как бы Крэйзи уже не взяли этот 15-й раунд, все равно будет бай. Выпад под флешку от Шипса. Но слишком долго он раскручивал свою эмку. Забрал в итоге... Хорошо, что забрал одного, потому что и это было трудно, если честно. Реально трудно. Соло ходит назад. Смог от Зори. АВП. Худи тем временем стоит, ждет. Дота. Перетягивается в бойлер. Эсперанто. Эсперанто с эмкой чекает зеленку. Атака подтягивается. Отонт. Ой-ой-ой-ой-ой, какой дабл сейчас мог быть. Эсперанто забирает на Зори. Выход из больших песков летний отлично открывается. Точнее, там флешки какой-то не было. Ну, что творит сейчас Дота до конца работал. У нас товарищ. Но, опять же, не получилось. Совсем чуть-чуть. В итоге, пятнадцатый раунд у нас. Копилки у команды Крейзи. Но! Пятнадцатый, не шестнадцатый, да, друзья? Логично. Как вам кажется? Реально логично. Пятнадцатый, не шестнадцатый. Это точно. Поэтому тут еще все может быть. Падает, правда, с лови. Играл он слишком агрессивно на банане один. Со оттягивается на центр. Слева-справа стоят ребята. Эсперанто с эмкой. Прилетает ему смок. Откидывает Махаяна центр. Но выход через короткие ковры. И там бойлер, как бы, будет задействован, а не центр. Поэтому Махаян никуда. Зори. Падает. Коктейль Молотова на короткий. Но минута времени и пока что все хорошо для защиты. Пять-четыре. Позиции классные. Есть библиотека. То есть зеленку они принимают круто. И два на пленте. Тоже должны сделать по минусу. То есть при таком раскладе, если все без эксцессов, команда Крейз должна брать этот раунд и побеждать. Шипс наказывает Зори. Ситуация три в пять. Худи на коврах. Сорок секунд до конца. Ну и что, ГГ или нет? Дота с тиммейтом. По верхним этажам. Не ждут его тут, мне кажется. Хорошая позиция у Дота. Откидывает дым. Но два на пленте. Два на пленте не читается, мне кажется. Никак. Сом моментально падает. Умирает эсперанто. Тем временем летний. На пленте я тоже отчалил. А вот Эмми. А Эмми тоже падает. И вот он-то один-два. Ну вот как так? Это жестко. Все теперь зависит от снайпера. Финского снайпера команды Крейзи. Была-не была. Чекает. Плен. Хороший коктейль Молотова. Горит, конечно же, Дота. Один на один против Худи. Вот он. Откидывает. Кидает флешечку. Так он уверенно играет против этой позиции. Но все-таки Худи ловит тайминг. Выходит и вот он падает. 15-9. Нет денег у команды Крейзи. А денег-то нет. И выдержите их, так сказать. Выдержитесь. Потому что денег нет. Бывает такое. Бывает. Оу. Дота. Хорошая работа. Дота. Хорошая работа. Хорошая работа. 15-10, друзья. 15-10 это шанс. Это шанс для ребят закамбетчить, наверное. Как вы считаете? Какова вероятность камбека? Вторая карта Детрейн Выбор команды Хау Эту карту выбирали Ребятки из Крэйзи Шип снова начинает с минуса Падает сильнейший игрок команды Хау, Зори 28 фрагов у него В этом матче Дота с СГшкой Спускается вниз на степе Откидывается Сног Флэш Коктейль Молотова еще под козырек Аспиранта с Эмкой